В районах, где городская черта переходит в частный сектор, обочины чаще всего отсутствуют. Пешеходы прогуливаются по краю проезжей части, дабы не испортить чистую и ухоженную обувь, забывая о том, что ступив на дорогу, подвергают себя еще большей опасности стать инвалидом или погибнуть под колесами авто. Однако это путешествие можно сделать менее рискованным, добавив в свой вечерний гардероб небольшой, но очень ценный аксессуар – фликер. Для того, чтобы напомнить о важности наличия такого элемента защиты, по всей стране проходит республиканская акция «Стань заметнее в темноте», поводом для проведения которой послужила печальная статистика. На территории Брестской области отмечается рост дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, особенно в темное время суток. Как показывает у нас статистика, каждое третье дорожно-транспортное происшествие, которое произошло по вине пешехода, явилось по причине неиспользования световозвращающего элемента при движении в темное время суток. Многие люди не понимают, не осознают, либо отказываются осознавать то, что именно этот маленький светящийся элемент поможет водителю заметить их в темное время суток. Главными участниками акции стали обычные прохожие. Среди них были и бдительные пешеходы, и нарушители, которых в этот раз не наказывали. Вместе с предупреждением и обещанием соблюдать ПДД, все, кто присоединился к мероприятию, получили памятные и не менее полезные подарки – фликеры, которые помогут им стать заметнее в темноте. Это очень хорошо, когда вечером едешь, и сам работаю водителем, когда видишь человека, ну, обозначен, это очень хорошо. Меньше будет этих самых, ну, жертв и все остальное. Ну, я думаю, фликер нужен обязательно, тем более вот на такой улице, непонятно на какой, много водителей, машина увеличивает движение. Я думаю, что пешеходы должны одевать фликеры для их, собственно, безопасности. Когда я еду на работу в вечернее время, всегда одеваю, соблюдаю в целях своей безопасности. Учеными доказано, что на 90% действия водителя зависят от получаемой им визуальной информации. В темное время суток человеческий глаз воспринимает лишь 5% от того, что он в состоянии различить днем. В таком случае можно предположить, с какого расстояния еле заметного пешехода сможет увидеть сидящий за рулем. Поэтому, прежде чем вступить на дорогу, не обозначив себя, важно подумать о последствиях и о том, какой ценой обойдется отсутствие, на первый взгляд, ненужного световозвращающего элемента.